Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Сегодня у нас среда, я знаю что я задержался с этим выпуском, но были неотложные дела, поэтому ребята продолжаем играть. Турнир у нас закончился и давайте посмотрим... Да, я все-таки остался в мастере, одна звезда и мы с вами забираем наш ревард. Так, 8400 сюриков, Рафаэльчик у нас 40 ДНК, так, 90 золотых осколков и 55 платиновых, отличненько. Лига мастеров тут тоже забираем с вами ревард, шикарно. Так, зайдем в магазин, откроем сразу же колоду и посмотрим что нам выпадет. Я так понимаю, да, опять просто доллары, 5 бакинских, ладно, зайдем в задание, здесь тоже заберем, поднять уровень. Так, ну что же, давайте на... А, секундочку, секундочку, мы же можем с вами, наверное, перевести... Ох, елки ты, моталки! Вот это, ребята, бонус, да? Смотрите-ка, что у нас происходит. Мы можем перевести с вами вот этих героев, да, в золотой ранг. Вау! Так, насколько я помню, на прошлом голосовании, да, многие хотели, чтобы я перевел Монда Гека. Так, но потом немножко поменялось мнение и некоторые ребята переключились на пульверизатора. Слушай, я не знаю, кого бы нам тут приподнять по рангу. Давайте я это оставлю на вас. Вы проголосуете, как всегда, да, за своего героя и мы его уже поднимем. Мне почему-то кажется, что нам не помешает Монда Гека. Кстати, Ксивер Монтес как антибафер тоже очень хорош. То есть, Монда Гека это бафер за нас, который нашу команду бафит, а Ксивер Монтес он плохие бафы вешает на вражескую команду. А пульверизатор, насколько я помню, он у нас идет как таунт. То есть, страж, провокатор. Да, но Астрозуб тоже провокатор. И причем довольно жирный. В общем, ребят, давайте это дело я оставлю на вас. А сегодня мы просто-напросто переведем в третий серебряный ранг нашего Рафаэля оригинального. Да, вот так-то он прыгает. И, ребята, у него открывается новый скилл. Слова ранят. Рафаэль бросается во врагов облачками речи, словно сюрикенами. Разрушители увеличивают силу атаки на 5%. Кстати, это вот самый противный удар, которого я всегда боялся. Помните, да? Он их высказывает. Берет на свой, так скажем, сай и разбрасывает. То есть, это массовая атака. Давайте мы переведем, наверное... А, переведем. У меня не хватает мутагена. Я хотел перевести в следующую ступень. Не получится пока. Ну что же, так как у нас сегодня среда, да? Я думаю, мы, наверное, с вами поиграем в турнирную арену. Сами понимаете, бустовать уже поздно. Потому что тут уже сколько наиграно, да? А, кстати, подожди. Кто у нас тут? У нас Астрозуб будет разыгрываться. Ну, как сказать? Нужен нам он или нет? Даже и не знаю. Ох ты! Эксперт у нас будет. Супер Шредер разыгрываться. Ну и тут девичья сила плюс Лига Лео. Ладно, давайте, наверное, приступим потихонечку. Потихонечку будем приступать. Подожди-ка. Вначале, наверное, задание все-таки надо выполнить, да? Пройти серию испытаний. Быстренько давайте пробежимся. Быстренько. Буквально Шемин там. По-другому и не скажешь. Давайте вот эту команду выберем. Пройдем. Получим реворд. Потом поднимем кому-нибудь уровень. Если у нас хватит мутагена, мы, соответственно, еще с вами поищем какие-нибудь предметики, да? На прокачку наших скиллов. Так, давайте-ка мы сейчас... Ну что ты там делаешь, а? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ярость Рафа. Усилим свою команду, чтобы уже бомбить их сразу же здесь. Бамс. Так. Ну хорош ты своей гранаткой, Ванюша, успокойся, а? На, получи. Давайте сделаем, наверное, уклонение. Вот таким вот образом. Так, теперь добьем. Минус Ванюша. И давайте вот этих вот уже дронов будем пиликать. Начнем с этого. Замечательно. И так. Пробивной сделаем, нет? Молодец, Раф. Ну что же, а вот здесь у нас тигриный коготь, нейтрализатор и баксер-муха. Можно сделать вот так вот, под провокацию. Отлично. Давай просто бомбанем вот этим ударом. Положит сразу или нет? Нет, не положил, к сожалению. Ну тогда бомбочку бросаем. Угу. И вертушка, которая, в принципе, наверное, всех и добьет. Ты посмотри-ка, нейтрализатор выжил. Ладно, получи тогда и распишись, родной. Ну что же, все хорошо, да? Мы с вами сделали это испытание. Заберем сейчас реворд и пойдем, наверное, искать осколки. Осколки или еще что-нибудь. Так, забираем с вами реворд за серию испытаний. Так, поднять уровень персонажа. Поднять уровень персонажа. У нас мало мутагена с вами сразится в 10 боях. Так, вот это уже как раз можно сделать. Так, на кого нам искать осколки? По-моему, не на кого. Так ведь? Все вроде бы как прокаченные. Хорошо, тогда давайте мы, наверное, будем искать на прокачку скиллов. Так, навыки. Здесь нам... Ой, здесь очень много нужно чего? Так, а тут то же самое. Много. Не хочу. Давай-ка посмотрим у Микеланджело. Так. Подожди, мы же только что смотрели у Майки. Давай-ка на железной голове посмотрим. Так. Поджог. Ел в полке. Тоже что-то как-то многовато надо искать всего. О, Зек Бакстер Стокман. Что у тебя здесь есть? Ага. Понял. Нам нужно найти всего лишь 8 джойстиков, да? Давай-ка, наверное, поищем с вами. И прокачаем ему бомбочку. Если, конечно, получится прокачать. Если мы найдем вообще с вами то, что нам нужно. А так, один джойстик есть. Нужно еще 7. Хе-хе. Да. Понятно. С таким успехом мы, по-моему, до посинения будем искать. Ага. Нашли. Так. Давай еще. Здесь не дали, к сожалению. Да елки-палки. Почему какой-то джойстик не хочет к нам выпадать? Что за дело? Крюк кошка выпадает спокойно. А вот именно джойстик не в шиша. Наконец-то еще один. Ё-моё. С таким шансом? Да, ребята. О, третий. Ну, пошло вроде бы дело, да? Опять крюк кошка. Ну, хвай. О. Четвертый. Мне нужно еще 4, да? Джоя, найти. По-моему, мне быстрее сейчас пицца закончится. Ведь учебники подсовывают мне. Не нужны мне эти учебники ваши. И крюк кошка мне тоже в данный момент не нужно. Во. Это хорошо. Ну, давай далее. Отлично. Ну-ка. Вот. Прекрасно. Так, ребят, по-моему, хватает у нас, да? Да, у нас хватает. Я просто теперь... Теперь у нас не хватает мутагена. Нужно 10 тысяч. Ясно. Мы это запомним с вами. Все равно у нас сегодня будет еще лига. На лиге мы с вами заработаем этот мутаген. Так, поднять уровень персонажа. Так, ну что, давайте какому-нибудь малышу, наверное, быстренько левелап поднимем. Так, вот кому... О, Макман. Да-да-да, Макман, иди сюда. Больше у нас сороковым уровнем. Отлично. Все, ребята. Забираем остатки роскоши и переходим уже с вами на арену. Сегодня, наверное, еще и какое-нибудь испытание пройдем. Так как времени очень много прошло, да? Осколки я уже потом, наверное, за кадром побью. Все, поехали. Так, начинается у нас тут веселуха, и я, наверное, буду брать Куру. Давай вот так вот сделаем. 18-й левел. Максималочка здесь. Для меня это, конечно же, ерунда. Раз, два, три. Вот таким вот отрядиком вначале мы запилим. Интересно, хотелось бы мне знать, куда мы сегодня с вами попадем. Естественно, о каких-то высоких достижениях нам даже и мечтать не приходится. Так. Ой-ой-ой, я почему так слабенько? А ну-ка давай хвостом. Бамс. Так, сейчас будет хилить. Ха-ха. Естественно, будет хилить. Так. Ну что, понеслась, да, войнуха? Ладушки, давай продолжим. Бумс. Минус рафик. Так. Он взял провокацию с уклонением в 85%, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Фиг попадешь, называется, по нему. Так, и Макмана пора отправлять на помойку. Все, ребята. Ну, тут, само собой разумеющееся, да? Начальные битвы. Самые легкие. И я не знаю, как мы быстро дойдем с вами до предела. Сейчас мы это все с вами посмотрим. Так, воин. Одна звезда. 32-я позиция. Как-то странно. Бустанули мы с вами все-таки. И будем брать Евгения. Да. Тут у него 17-й уровень на максималочке, да? В принципе, я пока спокоен. У меня тут 30-й уровень. Я вообще не переживаю по этому поводу. Вот когда уже дойдем до этого уровня, до нашего, тогда вот стоит уже, наверное, как говорится, волноваться. А сейчас даже и не подумаю. Так, ну что, давайте, наверное, начнем с Лео. Бам. Вау. Сударо шенигами его накрывает. Неплохо. А давайте теперь массовую атаку от Донателло. Понижение меткости. Да, только на одного упало. Бамбим. Давай рук садим. Не подведи меня, радость моя. Тыч. Круто. Рафик, успокойся, пожалуйста. Успокойся, красавчик. Бумс. Отдохни маленько. Ну что, ребята, круто. Ничего не могу сказать. Ну и мы с вами продвигаемся далее. Тут пропускаем. Продолжаем. Воин. Две звезды. Это само собой разумеющееся. И восьмидесятая позиция. То есть, уже начинается сложнота. Так. Егор, Александр и опять Куру. Хм. Ну давай возьмем, наверное... Так. Нам нужно как-то быстренько продвигаться. И возьмем тогда Егора. У него кубков больше, да? Награда слаще. Так что давайте-ка, наверное, будем именно с него начинать. Так, у меня Рокстеди, Роквелл и Лео выходят на тропу войны. Кстати, Рокстеди у него в золотом ранге. Угу. Четыре звезды имеет. Что-то я немножко как-то лопухнулся в этом плане. Ну-ка попробуем его рубануть. Отлично. Остается только лишь добить. Роквелл давай, не подведи. Найс. Так. Ну что, Боксер Стокман, здорово. Сможем ли мы его сейчас заморозить или нет? Или эта пушка не замораживает? Я что-то думал, что она как заморозка идет. Ну что ты там делаешь? Ага, Маузеров призывает. Ладно. Понятно, ребята. У нас слишком большой левел, чтобы ему пробить нас. Не получится. Так, давай-ка теперь. Опа. Минус. Так, ну Эйприл, ребята, это сама легкотня. Она же у нас как хиллер. Как боец она никто. Ну, мы с вами продвигаемся далее. Так, посмотрим сейчас, куда нас поднимут. Ну, как вы видите, да, на войн три звезды мы не потянули. С первой попыточки. Поэтому придется делать два боя. Вячеслав, Роберт и Александр. Естественно, смотрим, ребята, по наградам. И Роберт в этом плане у нас выгоднее. Давайте-ка начнем. Давай-давай. Как вот это вот, ребята, раздражает? Все время надо назад перематывать, вручную. Бойцов у нас до сих пор еще пока трое. То есть мы не дошли до того уровня, когда можно будет брать четверых. Ну что? Смотрите, ребята, как-то странно. Они немножко стоят, да, такое ощущение, что здесь еще должен быть один герой. Что-то как-то уж... Просто бибопа, да, типа, иди отсюда. Постой в сторонке, не нервируй нас. Да, построение, конечно, у них обалденное. Ладно, на этом сейчас не будем откликаться. А будем просто бомбить. И все, в конце концов. У нас здесь два хиллера, да. Это Донателло и Рафаэль. Так что волноваться вообще нам не стоит. Да, в любом случае мы здесь выиграем. Даже хиляться не будем. Тю-ю-ю, кунай полетели и мимо. Так. Давай дальше бомбанем. Замечательно. И добивочный от Пита. Пит так бомбит, интересно, да, своими ручонками маленькими. Машет. На которых всего лишь по три крылышка. По три перышка даже, я бы сказал бы, крылышка. Что-то не то. Ха, три перышка, конечно же. Вот, 97-я, ребят, позиция. И мы с вами на Лиге Войнах три звезды. Вы сами видите, как тяжело нам все это дается. Вот как раз уже становятся четыре бойца у нас здесь. Так. Мигель, Кристиан и Хафида. Ну, меня не это интересует. Они абсолютно одинаковые, поэтому берем, наверное, наименьшего, да. Так, давай, наверное, у-ху-ху. Тут по одной звезде, тут по две. Да, в принципе, без разницы. Они все равно 21 уровня, максималка у них. Естественно, мы прожарим сейчас до хрустящей корочки. Раз, два, три, четыре. Кстати, смотрите, как прикольно получается, да. Три черепашки, да, из комиксов. Хе, оригиналы. Ну-ка, давай, бомбить. Бомбочка пошла в первую очередь, конечно же. Как же без нее? Пиу! Смачно. Так, кунаи полетели от карайки. И... Так, а это у нас... Это у нас снимает все негативы, да. Это я помню. Ну, давайте-ка вот так вот бомбанем. А вот теперь вот этот вот. Да-да-да, ребята, вот этот вот удар. Мощный, кстати, ударчик. Классно. Так, и запускаем молот. Прям в башню карайки. Все. Сами по-нибудь, ребят, победушка за нами. И мы с вами двигаемся дальше. Так, у нас... Ну, по рангу навряд ли, конечно, мы продвинемся, да. Мы так же в войне будем. И, наверное, придется еще все-таки один бой сделать. Ладно. Давай тогда определяться. Угу. Эндрю. Да, я думаю, что Эндрю. Хотя... Крейг. Крейг будет послабже. Но у него там есть... Рокстеди золотого ранга, 20-го уровня. В принципе, для меня это не проблема. На самом деле. Раз, два. Два. Что ты не выделяешься-то, елки-палки. Когда кликаю на тебя, а? Напрягает немножко даже, да? Поехали, короче. Начнем, наверное, с того же самого Рокстеди. Надо было с Донателло. Точно, ребята. Донателло здесь... Ладно, добьем все-таки Рокстеди с вами. А теперь будем брать в расход Донателло. Ну-ка. Ага, пол-хп отобрали. Интересно, сможем пробить или нет? Шикарно. Так, Лео, успокойся, пожалуйста. Тут от тебя мало толка. Так же, как и от Эйприл. Эйприл, наверное, мы сейчас с вами быстренько и разберем. Ух ты, елки-палки. Смотри-ка, что происходит. Ха, не хочется задаваться. Ну что, Лео, фильм. Вот ты нам и попался, да? И чего ты здесь уже не сделаешь против нас? А мы тебя сейчас будем тут бомбить. Отлично. Ну-ка, посмотрим, ребят. Перейдем мы с вами на следующий ранг или нет? Мне, конечно, хотелось бы. Ну-ка, давай-давай, это пропускаем все. Нет, ребята. Не прошли. Ты посмотри, а. Мы на одном ранге с вами сделали уже три боя. На элиту нам пока еще не светит попасть. Ладно, хорошо. Давай начнем тогда. Джон у нас здесь. Он уже в элите находится. 23 уровень это у него... А, нет, 24 это максимум. Поэтому мои пока еще 30 здесь довольно неплохо будут заходить. Поехали. Посмотрим. Так, у меня здесь саблезуб. Их так название, да, ребята? Саблезуб. Острозуб. Ну, начнем, наверное, мы, скорее всего, с этих вот паршивцев маленьких. Я не хочу, чтобы они сделали массовую атаку. Так, какой у нас там... Я уже забыл, ребята, это, по-моему... Да, это удар лазером. Ну-ка. Минусанули. Отлично. Так, Майки, успокойся, пожалуйста, тут. Баскетболист фигов. Крис тут еще буянит. Ну что, давай-ка, наверное, срок стыдь, да? Повышенная атака идет по нему. Бомбанем кулачком. Бумс, отлично. Так, и теперь давай с Крисом все-таки. Будем продолжать. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ай-яй-яй. Так. Нет еще, до сих пор живет. А ты посмотри-ка на него, на этого хламона. А если так сделаем? Минус. И теперь остается у нас, конечно же, Микеланджело фильм. Оу, с удара его Раф подбил. Молодец, красавчик. Ну что же, мы двигаемся с вами далее. И теперь мы точно должны перейти в элиту. Не надо мне никаких сказок. Да, ребята, элита. Пока одна звезда и 63-я позиция. Скорее всего, нам придется опять сделать здесь еще два боя, чтобы перейти дальше. Ну что же, будем брать, наверное, с вами Артема. Да. Сразу на вскидочку. 25-й уровень здесь у него максимальный. 25-й. Так, а мы... Где мои герои-то? Ой, а у меня уже пошли 32-е, 33-е. Соответственно, там и до 40-х. Недалече. Но все равно продвигаемся очень медленно. Очень медленно, но зато уверенно. Так, давай-ка мы сделаем, наверное, укрепление. На атаку. Угу. Отрядик. Молодец. Так, и кожеголовый. Попробуем его, ребят, бомбануть. Ну-ка. Питч. Пол-ХП только отняли. Так, повесим, интересно, мы на него постепенный урон. Шикарно. То есть, он уже не жилец, можно так сказать. А, Кирби же хиллер. Точно. Кирби, елки-покки. Я забыл про него совсем. Давай тогда плевочек массовый. Опа. Так, кожеголовый одуплился. Раф бросает свои саи. Что я могу сделать, ребят? Ну, давай вот так вот бомбанем его. Получится, нет? Да, получилось. Отлично. Так, маска. Тыч, борта. Ох, какой классный был удар. А почему я его раньше не использовал, а? Я почему-то думал, что маска это какой-то баф. А это, оказывается, неплохой удар. Он бортует. А потом еще и клюшка добивает. Кейси, прости. Будем пользоваться теперь почаще. Так, ну что же, двигаемся далее и посмотрим. Перейду или нет? Но нет. Нет. Я так и думал, что придется два боя, ребят. А может быть даже и три. 26-я позиция на элите. Да, сегодня даже, наверное, до самураев не дойдем. Что-то у меня такое предчувствие просто-напросто. Ну что? Мухаммед здесь у нас или Эдис? Давай, наверное, возьмем... Нет, Мухаммеда я хочу взять. Мне кажется, с ним будет немножко попроще. Так, тут 28-й уровень у него, да? Это максимальный. Так, у меня Дони, Кейси, Бибоп и Монда Гека. Я попробую сейчас, знаете, что сделать Монда Гека? Именно баф. Я не буду бросать эту баночку, да? А именно пробафаться. Вот это, если не ошибаюсь я, но ускорение. Отлично. Так, а теперь уже будем бомбить. Ай-яй-яй, я забыл же, что тут... Молодец, Бибопчик, ты меня сейчас порадовал. Дай-ка я вот эту штуку брошу в него. Пух, постепенный урон. Он сейчас будет провокацию брать. Молодец, красавчик просто-напросто. Зря, конечно, зря ты это сделал, парнишка. Так, мы с вами... Ух ты, на критовку. Бафнулись на крит. Так, да что ты, Раф, не успокоишься никак, а? Давай-ка бросим теперь баллончик. Минус. Ну и, наверное, Рафика будем бомбить. Шикарно. И Криса Брэдфорда. Давай шокером его проучим маленько. Ох ты, выжил. А так если... Тыч, готов. Да, кстати, вот по комментариям я заметил, что очень многие зрители, подписчики мои, обожают просто Донателло. Как-то странная тенденция идет. Раньше вам нравился Микеланджело большинству. Теперь почему-то вы переключились именно на Донателло. С чем это связано, пока ума не приложу. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Так, в бой. Тессон, лайк, гектор. Или хейтер. Хейтер, елки по... О, кстати, хейтер. Ладно, пускай живет хейтер. Начнем, наверное, с Тессона. Ну, нет, ребят, все-таки с хейтера начну. У него по кубкам больше. Соответственно, нам выгодно бомбить именно его. О, отлично, поехали. Хейтер, елки-палки. Ну, что тут у нас? Да хорош ты. Давайте, ребят, наверное, мы с вами ускоримся. Будем ускорение брать. Отлично. А вот теперь уже будем бомбить. Можно повесить хреновый баф на них. Давайте это сделаем. Так, это понижение защиты, по-моему, да? О, и меткость еще. Так, а ну-ка, давай-ка, Макман. Так, подожди, что у нас там массово? Какой удар-то? Да давай эту штучку бросим. Бамс! Господи, все упали. Молодец, специлицей. Кинул, называется, плюшечку, да? Ну что, ребята, мы, интересно, в элиту 3 звезды... Нет, ну в элиту 3 звезды-то мы попадем. А вот в самураи, вот это уже вопрос другой. Так, Эйрон, подождите секунду, Эйрон. Давай-ка мы вот, наверное... О, Руфина. Самый смак. Именно Руфиночка. Такое имя, да? Прикольное. Руфина. Ни разу не встречал, если честно. Руфина. И есть ли вообще такое имя? Так, ну что же, ладно. Давайте, ребята, будем бомбашить. Так, у меня здесь Донателло. Воу! Давайте вызовем придурков. Массовая атака, да-да-да. Бумс! И очень классно. Ребята, если прокачать по фулочке, мне кажется, этот удар просто будет бомбить от Шреддера. Ай-яй-яй-яй. Майка хиляется. Да. Да хорош ты. Что ты делаешь? Смотри, похилялся и укрепился. Слэш, ну-ка давай-ка мы с тобой, наверное, знаешь кого? Давай, наверное, попробуем карайку убрать отсюда. Получится у тебя? Получилось. Молодец. Красавчик. Так, теперь волна от Леонарда. Тю-дю. Слабенько. Так, ну что ты делаешь? Ну что ты, Крис? Ну хорош, успокойся. Оу. Пошли массовые атаки, да, значит. Ну-ка, вот хотел я, ребят, посмотреть вот этот вот удар. Предположим, вот. Что он делает? Как? Ага. Даже вот так вот. А если мы вот так сделаем? Чук-чук-чук-чук. Ты Крис только выжил, да? Ну ладно. Добиваем тогда мы этого Криса. Хоп-хоп-хоп-хоба. Слушай, ну, живительный сок, отличный удар, ребята. Это просто, знаете, он как вампирик. Вытягивает из него жизнь, да? И восстанавливает себе. Круто. Ну, переведите меня, пожалуйста. Да, ребята. Мы в Илите. Три звезды. 97-я позиция. То есть, наверное, мы только-только зайдем с вами до самураев. Да, вот что значит потерять три дня. Ну что, Дика будем брать? Для кого? Да, я думаю, что Дик для разогрева пойдет. Вот, 35-й максимальный. 35-й. Ну, тут, ребята, на самом деле уже избиение идет, а не игра, потому что у нас 45-й уровень. То есть, мы даже можем с закрытыми глазами просто его бомбить. И все у нас получится. Я могу даже на автобой его ушатать с полтычка. Так. Угу. Давай вот так попробуем. Пумс. Ты посмотри, какой Пит, а? Хитрый жук. Лео справился. Молодец. Так, у него будет сейчас... Да, ребята. Ну, как же, как же вот... Ну, понимаете, да? Уровень маленький, поэтому и пробитие, соответственно, маленькое. Фу. Рок, кстати, ты красавчик. С удара просто накрыл. Так, я буду, наверное, использовать с вами поджог. Скорее всего, да? Бамс. Я буду использовать поджог. Посмотрим. Может быть, даже постепенный урон. На двоих упал. Ну, тогда вот этого Рок, кстати, будем бомбить потихонечку. Так, пробьем. Пумс. Пробили. Отлично. Давай-ка теперь вот это с вертухана. Тыч. И остается бибоб. Пробьем. Постепен... А, нет. Постепенка не добила его. Ладно. Фиксим. Ну, давай, лисичка. Молодец. Красавица ты моя. Ну, что же. Мы с вами двигаемся далее. С 97-й позиции. Я думаю, должны где-то на позицию... 65-ю, может быть, перебраться. А ну-ка. 62-я. Даже лучше, ребят, чем я предполагал. Тогда что? Тогда выбираем с вами... Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-дь. Вот. Вот. Олежек. Да. Да-да-да. Именно Олежек будет у нас сегодня здесь. На разминке. И берем вот своих вот этих вот оставшихся героев. Так. Ну. Олег. У меня там что? Шапочка такая, да? Ладно. Это не имеет значения, что там у него. Главное, имеет значение, чтобы его быстренько разобрать. Безболезненно. Да, чтобы долго он здесь не мучился. Так. Удар Шреддера. Массовый, естественно. Пумс. Минус 3. Карайка, зря ты это делаешь. Тебе это уже не поможет. Пумс. И Донни. Ну, Донни даже и пикнуть здесь не успел, как от дуплица. Отлично, ребята. Двигаемся далее. Идеальная победа. Все хорошо. Пока ни один персонаж у нас не упал. И уже, поверьте мне, не упадет. Так. Какая? 43-я, да? Ух ты, 27-я. Слушай, может быть еще один бой, и мы все-таки в самураи попадем с вами. Так. Элита, элита, элита. Я, наверное, возьму Энис. Кстати, Энис нам уже встречалась, да? На ранней стадии игры. И теперь она опять мне попадается. Ладно, давай попробуем. А что тут пробовать? Не будем пробовать, а просто разберем, и все. Так, Мондагека. Ну, я думаю, начать стоит с Мондагека. Потом можно Рафика взять в оборот. А, тут массовая атака. Давай сделаем так. Готовчинка. Так. Ну, тут уже будем просто, ребята, бомбить. Тут не надо даже бафаться. Сами понимаете, почему. Да. Нету никакого смысла. Тут все довольно легко. Бам. Минус Карайка. Минус Крис. И... Да иди ты в пень. На. Хан такой, да? Еще пальчик вверх. Типа, казнить или помилуй. Потом в конце такой, казнить. Опустил палец. Ладно, ребят, смотрим. Да, мы все-таки с вами добрались до самураев. Одна звезда. Жесть. Вау. Какого... Я что-то, ребят, не понял. Мы попали с вами на высокий ранг. И у нас тут, извините меня, бронза. Как такое может быть? Как такое может быть? Я не спорю. Три шестую. Ну, бронза. Ладно. Я что, против? Меня просто немножко вот это вот удивляет. На этом ранге. На самурае. Одна звезда. Бронза откуда-то. Удивительно просто, как они сюда добрались. Ну что же, ладно. Давай начнем потихоньку разбирать. Так. Добьем, наверное, на Хана. Отлично. Теперь возьмем... О, массовая атака от Армагоши. Минус муха. И давай массовую атаку от Кирби. Угу. А теперь добиваем, наверное, всех, да? Отлично. Вот, ребята, вот вам показательный пример, что такое бронза. Она сыпется просто как семечки. Даже не в том проблеме, что у меня золото. А в том, что это бронза. Не имеет даже хоть там 40-50 уровня. Но это бронза, ребят. А они, по-моему, выше 35-го уровня и подняться-то не могут. На бронзовом ранге. Так, Еленкевич у нас здесь. Ну, по кубкам. Кто у нас? Давай вот Еленкевича будем разбирать. Нам какая разница, да? У нас вот только большая проблема в том, что заканчиваются герои. Сколько мы еще? Наверное, боя 2 максимально мы сможем с вами сыграть. Опять же, какой-то будет неполный состав у нас. Ну-ка. Давай сделаем. Куна и бросаем. Отличненько. Так, теперь Крик от Змеи Корай. Минус 2. И Паутинка добивает. Да. Ну что же. Сейчас посмотрим, ребят, куда мы с вами сиганем. Самурай 2 звезды. Интересно, сегодня сможем перебраться или нет? Так. 34-я позиция. Угу. Хорошо, ребят. Выбираем. Давай, наверное, Валентину тогда. Проще выговорить. Валентина, а там что-то уж больно замудрено как-то было. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, играем здесь четверми и там четверо берем. И все, ребят. Это будут у нас заключительные бои. Ну-ка, ся, бросаем бомбочку. Трич. Воу-воу-воу. Шикарно падают. Прям изумительно. И добиваем. Даже не успели, ребята, не походить. Ну, к сожалению, да. Ну, а мы с вами сейчас посмотрим. Мне просто интересно, мы сегодня доберемся или нет? До самурай. Не, ну сейчас должны, наверное, да? Две звезды. Нет! Это просто удивительно. Ладно, ребята, давайте возьмем с вами на дорожечку, так сказать, Еренкевича. Раз, два, три, четыре. И вот этим персонажем все-таки отыграем последний бой. Так, ну что? Кто? Где? Где они? Быстрее мне сюда. А вот они, наши красавцы, стоят. Давай, наверное, уклонение включим. Хотя, зачем оно нам нужно здесь? Ёлки-палки. Надо было бомбить. Я думаю, одной вертушки будет здесь достаточно. Ну вот, вот, вот вам, ребята, и весь результат. Ну что же, идеальная победа. Соответственно, мы с вами попадаем в самурай две звезды. Это в первую очередь. Так, а позиция 93-я. Ладно. Ну что? Давайте, наверное, с вами быстренько сыграем в испытания. И будем мы брать с вами, наверное, Лига Лео. Да, Лига Лео. Тут у нас будут разыгрываться все виды Леонарда. И интересное самое будет то, что кого нам дадут? Каких героев? Ну, понятно все. Далеко, конечно, мы с вами на этих персонажах не уйдем. И это немножко расстраивает, на самом деле. Ребята, я на автобой поставил, потому что, ну, сами понимаете, 10 уровень, потом 20 уровень. Разбирать, как говорится, их вручную, ну, даже не стоит времени на это тратить. Автобой здесь все это сам сделает довольно неплохо. Потому что все персонажи, враги, да, будут падать с одного удара от любого моего героя. Но не радуемся долго, потому что, когда доходим с вами до 40 уровней, там уже будет у нас под ударом крысиный король. Еще вот эти вот кара и какие-либо, может быть, проживут, потому что у них 60 уровень. Ну, а на остальных, как говорится, полагаться ей незачем. Давай, поехали далее. В бой, конечно, в бой. Ну что, пока мы с вами получили одно нужное нам ДНК, это Леонардо фильм, да, вот этот классик Леонард нам, в принципе, не нужен. Поэтому давайте быстренько здесь пробежимся. Какая там у нас будет, наверное, я так понимаю, эпизод пятый, скорее всего, с которого мы уже будем сами с вами разруливать ситуацию. Опять же, не слишком долго. Ну, так, грибочки. Воу, даже вот так вот. Я обожаю, когда все это дело происходит с одного удара. Ну, это просто по красоте. Когда вот он бьет и падает враг. Быстро, во-первых, проходим, да, во-вторых, как-то это все не замечается. А вот когда вот вокруг одного персонажа по 10 раз твои герои бомбят, вот это уже плохо. Так, а вот это вот Леонардо видение нам нужен, кстати, да. Пускай даже одно ДНК, но с миру по нитке, как говорится, и Леонардо в копилке. Поехали. Давай куначками. Ты дичь! Ребят, что я делаю? Надо автобой включить. Так, волна вторая. Морзельная кошка плюс кунаичи. Бумс, минус кунаичи. Так, 45-й, 50-й уровень. То есть... А, у нас еще и Кирби. Кирби 51-го уровня, да? То есть, Ванька Старанка и Карайка 60-й. Ясно? То есть, вот эти два персонажа у нас смогут далеко дойти. Ну, как далеко? Относительно далеко. Дальше, чем другие. Ну, а дальше будет жесть просто-напросто. И мы с вами зададимся. Я потом еще глазиком одним гляну, каких героев нам дадут на девчью силу. Вот просто хотелось бы узнать. Так, Леонардо Видение был. Так, Леонардо... Это у нас откуда? Я уже забыл. Что-то я не помню, откуда этот Лео. У нас Леонардо Видение. Потом, какие там еще есть? Леонардо Фильм. Что-то я всех позабыл, откуда они там. Леонардо Оригинал. Классика. Черт, а я не помню. Откуда этот Лео. Хорош ты. Бумс. Так, они... Смотрите, ребята. Они с уклонением были, да? Ну, слава богу, они 40-го уровня. Поэтому мы их, конечно же, здесь пробили. Слэш. И Пит. Вот единственное плохо, ребят, что нам дают очень мало ДНК за прохождение, да? Всего лишь по одной штучке. Почему не по две, не по три, не по пять, а по одной? Это же так долго. Вы представляете, когда героям нужно накопить сто, например, да? Осколков. А тебе все по одному. Это же сколько нужно таких испытаний? Сто штук пройти испытаний. Это... Ой, сто дней. Господи, это за год даже не набить. Потому что это испытание раз там в три недели тебе выпадет. Да, сложно. Сложно, конечно, ничего не могу сказать. Ну. Ну, слава богу, что... Шреддер, супер Шреддер будет разыгрываться у нас здесь. Надо будет, кстати, посмотреть, сколько нам ДНК надо набить, чтобы его хотя бы открыть. Он же у меня еще до сих пор не открыт, ребят. Так же, как, в принципе, и Крэнг. Ну, на Крэнга тоже очень-очень редко выпадают испытания, да? Чтобы его заработать. Ух, когда он у меня появится, я его обязательно буду смотреть, прокачивать. А, мы прокачивать его тоже не сможем дофига, потому что он три звезды получает, да? И, соответственно, там, ребята... Какой там, 50-й, по-моему, максимальный уровень будет? Да, сложновато. А чтобы на него получить осколки, это еще столько же парится. Ты представляешь, сколько я играю в эту игру? Наверное, больше года, да? И до сих пор у меня нету Крэнга и Супер Шреддера. Так, секунду, ребят. С вашего позволения, я пока хочу глянуть, сколько мне нужно на Супер Шреддера осколков. Ребята, ну что я вам могу сказать? Нужно 28. 28 осколков. 28 ДНК. Слушай, ну, в принципе, это не так много. Может быть, мы даже его сможем открыть на этой неделе. Опять же, все зависит от того, как мы пойдем и каких нам дадут с вами героев. Понимаете, когда мы вот сюда зайдем, да? Нам будет представлен выбор персонажей. Если мне дают имбу мою, да, соответственно, Леонард Рафаэль, там, Баксер Стокман, Майки, то мы пройдем далеко и будем фармить. А если дадут, вот как вот здесь, извините меня, вот эту вот команду Гуфи, елки-палки, вот такую вот. Конечно же, там мы никуда с вами не пройдем. И, можно сказать, неделя просто коту под хвост пролетит. Так что все будет зависеть от того, каких героев нам влепят. Так, ребят, 50-е уровни. Играем уже в ручном режиме, потому что, ну, сами понимаете, крысиный король, да и все остальные под большим-большим ударом находятся. И поэтому надо будет уже тут разруливать самому ситуацию. Так, пока все хорошо. Тут еще у нас 4 волны. О, бабочки. В моем животе. На! Так, погоди, секунду. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Шух! Упала. Тля. Давай, наверное, понизим защиту им. Вот таким вот образом. Так, почему этот, а? Ну, начинается шарик свой тут бросать. Так, Кирби, ты, главное, там будь на страже. Потому что твой хилл здесь нам пригодится, скорее всего. Так, мы еще и меткость им понизили. Ну, Ванюша, давай. Все равно двое выжили, а? Так, минус 1 и пух. Переходим на третью волну. Смотрим, кто здесь у нас. Ага, слэш. Понятно, ребят. Короче, давайте начнем со сплинтера. Ой. А он даже, ребят, почему-то не стал в ответку бить. Странно. На-ка. Так, тихо. Крысиного короля начинают бомбить. Ёлки-палки. Давай, наверное, быстренько хильнемся. Хотя это уже, наверное, бесполезно здесь. Давай вот так вот. С базуки. Тудуч. Так, ладно. Кого, 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 кого? Крысу, крысу. Давай крысу хотя бы бомбанем. Так, теперь давай вот так вот. Массовую атаку. Крысами. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, ребят, потеряли, потеряли. Крысиного короля. Но это и предсказуемо было на самом деле. Я не удивлен. Так, ну что, спринтер, ты должен надуплиться, по идее, сам. Потому что у тебя там постепенный урон висит. Так что... Так, слэш тут выкаблучивается. Оп. Понятно. Хана тоже убрали. Постепенный урон не добил спринтера. Вот что я вам могу сказать. Не добил. Слушай, что-то какая-то ерунда получается. Ну-ка давай. Бум. Слушай, мы их что разбираем-то так долго? Чё такие крепкие-то? Парни, мы всего 55 уровня. Мои 60-е просто не могут ушатать их. Ещё кого-то сейчас положат, да? Кирби-соса хочет урыть. Я понял. Да ёлки-палки, Кирби. Ну что ты как вата? Ё, ребят. Прикинь, мы вообще... Это смех на палке. По 200 урона наносить? Ну 600. Ну 200. Бред. Бред полнейший. Я офигею просто. Да. Какие же мы слабенькие. А они 55 уровня. И 4-я волна. Да что нам там делать, ребята? 4-я это волне. О-оу, о-оу. Всё, тут, короче, мне предельно ясно, что нас ожидает. Ничего абсолютно хорошего. Сейчас кого-то положат, наверное, да? Хе! Карайка дуплилась, ё-моё. Усиляет команду, да? На скорость. Ох, ещё и... Ещё и провокацию. Ну и всё, ребят. Вот мы и приплыли с вами. Вот мы, называется, и приплыли. Да, нас тут ушатают. И хоть ты переигрывай, ребят, хоть не переигрывай. Ты посмотри. Всё, всё. Оу, кусками. Да. Команда Гуфи проиграла, ребят. Тут нечем даже говорить. Ну, тем не менее, кого мы там хотели получить с вами? Вот этого, да, Леонарда? То есть, три эпизода мы с вами не прошли. Но это всё зависит от того, кого нам дали. Нам дали с вами, ну, действительно, команду Гуфи. Команда Гуфи – это самая плохая команда, которую можно было бы получить. В общем, ребятулечки, мы с вами заканчиваем очередную серию по черепашкам. От вас жду комментов, кого мы будем всё-таки поднимать в золотой ранг. Я думаю, что всё-таки либо Мунда Гега, либо Ксевра Монтуса, может быть, даже Пульверизатора и Острозуба. Да они, в принципе, все хороши. Так что, ребятушки, жду, жду ваших голосов. Ну, а с вами был Рей. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok